всем привет сегодня расскажу о linux pc linux os с рабочим столом made 64 бита у него особенность какая первое он также как и manjaro и arch linux построен по принципу rolling релиза то есть если вы несколько лет назад поставили себе там или кеды там или мэйд он сам там периодически обновляется как говорится и вам не нужно каждый раз устанавливать там новые версии там 17.2 там 17.3 там 18 18.1 делает все сам и делает то скажем добротно пакеты в нем насколько мне помнится рпм как у фидоры ну что хочу сказать несколько лет назад я ставил себе кеды и селиноксовские они мне где-то около года проработали я не могу сказать что на них постоянно работал но расскажу так что система очень стабильная поэтому кто не гонится за скоростью а вот именно за стабильностью в работе ну добро пожаловать в pc linux вот так выглядит сайт основной на котором расположена значит вся информация несколько модификации кеды фулл монти но это вообще монстр там около 4 гигабайт образ только занимает там 6 рабочих столов мне не очень понравился и мэйд так вот какие на интересные есть особенности у мэйта особенности такие что он создает образы свои то есть можно создать образ уже своей настроенной системы но в отличие от систем бака он их может делать даже больше 4 гигабайт как они обошли это ограничение я не знаю но она действительно работает и образы создает надежные и хорошие вот такая вот петрушка если них тут раздел международный вот и здесь значит можно через него заскочить вот на такую вот любопытную штучку пистелин xo ss у совет юнион почему так они обозвали я не могу точно сказать но тем не менее для любителей как говорится русского языка есть возможность перескочить на сайт переведенный на русский язык вот так он выглядит ну и там посмотрите ну они там делают все это дело задержкой там в полгода в год но тоже делают неплохие скажем там там это самое сборки но 2014 видите до 15 ну вот шестнадцатый год сделано что-то так где мы это x-face цветы то есть самыми разными окружениями но также значит можете ознакомиться и посмотреть вот таким вот образом дальше что здесь еще такого есть любопытного ну многим понравились иконочки вот эти вот я их сюда поставил значит как создавать образ уже настроенной системы вот вы допустим ряд программ которые вам не нужны убрали ряд программ которые вам нужны добавили проверили все многократно все работает вот идете в терминал терминале за заводите с у супер юзер пароль здесь у сборки две единички 1 1 это и заводите вот такую команду май ли у сиди и программа начинает создавать из-за образ она создает его долго где-то минут там 20 у кого-то может быть и дольше роли особо не играет в конце концов получается образ на этот образ вот она вот у меня он получился размерами 2 гигабайта изначально было 11 образ всегда можно проверить начать на виртуальной коробочке запустим вот так вот выглядит он то есть вполне приличное менюшка как говорится запускается при запуске еще раз переспросят какой тип клавиатура вам плавателен ну я выбираю английскую английскую и вот образ загрузился ну а сами понимаете если образ грузится это говорит только о том что он был создан правильно и все нормально закрываем теперь значит вот у меня флешечка тут поставлена как записать образ вот есть специальная программа для записи на флешку вот прямо написано make bootable usb stick сделать загрузочную флешку нажимаете на нее нажимаете на окей выбираете образ он обычно сидит вот если так поднимусь в юзере так вот оно и куда вот сюда заводите парольчик две единички и начинаете записывать загрузитесь в флешке будет точно такая же картинка если вам понравится то чтобы установить на жесткий диск вот сюда тут прям по-русски написано установить PC Linux OS на жесткий диск ну и там все действуйте как говорится согласно инструкциям так что думаю разберетесь пока там все это дело вот еще кое что покажу здесь основной значит набор программ находится в синаптике вот мы две единички набираем и вот тут все самые-самые-самые-самые основные программы находятся вот здесь тут значит менюшечка сведения о пакетах настройки параметры репозитории в параметрах вот тут тоже можете поползать там посмотреть ну короче все самое необходимое есть практически отсюда поставил всяких проблем программы для записи с экрана simple screen recorder и программу вот для записи на флешку ну поставил еще изо мастера кто любит покопаться с изообразами там покорочить их смотрите сами и поставил отсюда же варете отсюда ставится варете вот таким вот образом виртуальную коробочку значит я ставил просто по линку а тут линк дается виртуализация где-то тут была вот давался линк на виртуал бокс менеджер на него нажимаете и пошла установка вартуальной коробочке вот таким вот образом система хорошая надежная многим могу ее рекомендовать загружается она не быстро и немедленно ну скажем так средняя но туда потому что сюда очень много чего скажем понапихано файловый менеджер здесь карча ну что ну нормальный файловый менеджер все то же самое ну единственное вот я тут не увидел только открыть как рут ну так все остальное показывает там скрытые файлы там где-то тут было вот все это дело здесь есть ну нормальный файловый менеджер вот таким вот образом поэтому значит можете скачать ее для апробации хорошая надежная операционная система сделает производитель американцы вот кто нравится кого нравятся кеды поставьте себе кеды вот у них в основном два рабочих стола очень хорошие рабочий стол fullmonty у меня показался сильно перегруженным ну кто-то может на попроб скачать образ большой там под 4 гигабайта по моему там 6 рабочих столов там ну много чего ну по моему они уже переборщили с этим делом в любом случае штука хорошая значит программу значит вот эту вот я проверил на флешку пишет она надежно ну а на флешке она флешку делает не MS-DOS в каблице разделов она там делает GPT ну ладно значит все остальное как говорится вот на флешку записали перезагрузили компьютер там клавишу F12 понажимали чтобы загрузиться в меню загрузки там увидели эту флешку вашу стартанули с нее там прям будет написано LiveCD вот с нее загружаетесь там работаете смотрите но всегда желательно значит подключение к сети подключение к сети вот я специально тут даже вывел менеджер вот беспроводка значит ну тут уже посмотрите там что к чему там и так далее какие там настройки там чего там как делать и прочее вот поставите свои пароли да и все ну ладно желаю вам как говорится всяческих успехов удач в изучении этой операционной системы до новых встреч tribute а а и а